Самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха на новогодние праздники у россиян станут Турция, Белоруссия, Египет, Израиль, а также Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Россияне также традиционно собираются в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. У самарцев самое популярное направление зимой – Египет, курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с прямыми вылетами из Курумача. Цены вполне адекватные. За тур где-то на 9-10 ночей, за двоих от 73 тысяч на двоих. Дешевле вылеты, например, 22-23, когда до Нового года еще целая неделя остается. И существенно растет цена уже 120-130 тысяч, если вы хотите улететь непосредственно 30-го числа, например. Это также 9-10 дней. Арабские Эмираты, они, собственно говоря, и работали почти весь период. Хотя Эмираты и Египет не совсем лучшие направления для Нового года, потому что это самый холодный период в этих странах. Днем температура где-то градусов 25, и уже часов с трех начинается прохлада, то есть уже без ветровки не обойдетесь. И сказать, что это комфортное время именно для пляжных отдыхов на 100% нельзя. Но, с другой стороны, попасть в 25 градусов из наших морозов, плюс система «все включено», плюс возможность экскурсии, как раз экскурсии комфортнее посещать при такой температуре, то это прекрасный вариант для отдыха. Турция зимой тоже не курортная, но под Новый год отели готовят праздничные программы вместо пляжного отдыха, закрытые бассейны и спа-комплексы. А вот из жарких направлений самарцам доступен Таиланд. Из Самары есть прямые вылеты на 10 дней в Паттайю. Мы все за последние годы привыкли к острову Пхукет, потому что они по деньгам с Паттайой были одинаковые. Но при этом Пхукет более экзотичен. Где-то 130 тысяч за двоих – это как бы на новогодний пакет. Плюс надо сюда добавить новогодние ужины, потому что что в Египте, что в Эмиратах, что в Таиланде всегда нужно к пакетному туру плюсовать еще новогодний ужин. Это тоже дополнительные расходы. Дешевле в Таиланд, Египет и Эмираты можно улететь из Казахстана, отмечают туроператоры. Из Уральска, из Астаны, из казахстанских городов, там даже есть возможность немножко сэкономить. Конечно, это немного сложно, осложняется тем, что надо такси до Уральска заказать. Хотя у нас есть и надежные таксисты, которые работают в связке с туроператором, и мы уверены, что они довезут в лучшем виде. За последние несколько месяцев почти все популярные пляжные страны отменили ограничения, которые вводили в период пандемии коронавируса. Если раньше требовался сертификат на английском языке, плюс перед поездкой за три дня вы сдаете тест, ПЦР-тест, то сейчас все страны, перечисленные, которые мы уже упоминали, они сняли все эти ограничения. Не нужно заполнять ни декларацию о здоровье, ни тесты сдавать, ни показывать сертификаты. Единственная страна, которая сейчас тоже доступна к отдыху, это Индия. Там пока сохраняются требования тестов, но я думаю, что в ближайшее время они тоже снимут их. Доступна для путешествий Шри-Ланка. Минздрав этой страны как раз отменил ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса для прибывающих из-за границы. В Шри-Ланку есть прямые вылеты из Москвы и со стыковкой в Дубае, как и на Мальдивы. Цены тоже примерно от 130 тысяч рублей на двоих. Дешевле вылеты из Москвы, но нужно заранее подбирать стыковочные рейсы. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.